В эфире канал ОТС. Сегодня подводим итоги минувшей рабочей недели в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И сейчас коротко о темах, которые сформировали информационную повестку, вызвали резонанс и событиях, которые вероятнее всего будут иметь продолжение. Я почему-то очень доверяю этой вакцине. Я очень ждала, лично я ее очень ждала. Поэтому, честно говоря, для меня это достаточно радостное событие. По правой стороне нет ни в одной комнате отопления. Это ни в двухкомнатной, ни в трехкомнатной квартире. И эта система у нас постоянно. Переубедила, что это неправдоподобно, что это настоящий лохотрон, что это развод. Никакого обследования это не может быть. Тебя просто разведут на деньги. Четыре подъезда. Это пятый, шестой, седьмой и восьмой. С фасада здания остаются просто без солнца. Даже до девятых этажей при условии, что дом будет 15-этажный. А она действительно желтая или все-таки она какого-то другого цвета? Ну, желтая мы не просто так назвали, поскольку есть спектральный класс звезд. И наше солнце желтого цвета. Температура 6000 градусов. Видеоэкскурсия по новосибирскому планетарию. Специальный проект канала ОТС «Без билета» во второй части нашей программы. А пока главная новость недели тревожная. Диаграмма количества заболевших коронавирусом вновь ползет вверх. Некоторые страны закрылись на карантин. Так в Израиле нельзя выезжать из городов. Во Франции посещать кафе и рестораны. В Москве на двухнедельные каникулы отправляют школьников. А как у нас? В Новосибирской области продлили масочный режим. Пока на месяц. На карантине, по официальной информации, около сотни классов в городских школах. И что немаловажно, начали вакцинацию. Прививки в первую очередь ставят врачам, медперсоналу инфекционных отделений, тех, кто ежедневно контактирует с заболевшими. Вопросов пока больше, чем ответов. Можно ли ставить вакцину от ковида, если привился от гриппа? Когда в организме появляются антитела? И когда начнется массовая вакцинация? И каким препаратом? Запатентованных вакцин российского производства уже три. Что выбрать? Мой коллега Сергей Толмачев попытался найти ответы. Вакцина называется гам-ковид-вак для профилактики коронавирусной инфекции. Находится она в замороженном виде, хранится в морозильной камере при температуре не выше 18 градусов. Коробочку достает аккуратно. Трясти нельзя, может разрушиться один из компонентов. Сразу после холодильника строго фиксированное время на разморозку. Я время еще на ней поставила. То время, которое достала, она не должна больше, чем полчаса, находиться в размороженном виде. Перед прививкой обязательный медицинский осмотр. Ложечка для горла, градусник, тонометр. Давление много. Потом сам укол. Иглу вводят под прямым углом в дельтовидную мышцу. Абсолютно все спокойно. Легкий укол и все. Как грипп? Как ангриппа? Ну да, примерно так, как любая инъекция. Первая партия вакцины для добровольцев. Но не всех желающих. Сегодня прививают только медиков, которые непосредственно общаются с коронавирусными пациентами. Я работаю в приемном отделении инфекционного госпиталя с мая 2020 года. И, в общем-то, достаточно много видела пациентов, которые с данным заболеванием. И я думаю, что предотвратить его гораздо проще, чем заболеть. Тем, кто недавно привился от гриппа, ставить вакцину от коронавируса нельзя. Нужно подождать. А сегодняшние пациенты останутся под медицинским наблюдением. Работать смогут, но врачи будут мониторить их состояние. Если немного поднимется температура, не страшно. Но могут возникнуть другие симптомы. Конечно, будут все реакции учтены и обязательно будут репортированы. То есть обязательно эти сведения будут доведены до Роспотребнадзора. У нас существует специальная система регистрации побочных проявлений после иммунизации. Это касается абсолютно всех вакцин, и в том числе вакцины против коронавирусной инфекции. Через три недели повторная прививка. Так работает этот препарат. Нужно время, чтобы организм сам выработал антитела. Первые партии вакцины только для врачей. Потом будут прививать людей из других групп риска, например, учителей. Уже в середине месяца в России должны зарегистрировать новосибирскую вакцину, которую разработали на Векторе. Патент уже есть. То есть до календарной зимы поставить прививку смогут очень многие жители области. Тогда и выработается тот самый коллективный иммунитет. Пока же заболеваемость растет. И Минздраву приходится увеличивать количество мест для пациентов. Впрочем, это связано не только с коронавирусом. Таковы сейчас правила. Мы обязаны пациентов с ОРВИ средней и тяжелой степени госпитализировать с целью проведения всех необходимых исследований, в том числе на COVID, для того, чтобы здесь не пропустить COVID-инфекцию. Поэтому требуется значительно большее количество мест. Поэтому мы раскрываем наши COVID-ные госпитали. Сегодня открыли 25-ю больницу для того, чтобы не создавать, так скажем, перезагрузку лечебных учреждений и работать в удобном для нас режиме. На карантин отправляют и школьные классы. Но это тоже ежегодная практика. Многие сидят дома не из-за COVID-19, а потому что сезонный всплеск респираторных инфекций. Нет ни одного случая гриппа, зато ОРВИ есть. А тут тоже правило простое. Если из 20 человек в классе больны 5, то всех отправляют домой. И поэтому в Министерстве образования осторожно говорят о возможности продления каникул. Это тоже метод сохранения здоровья школьников. Мы не планируем, как, допустим, сегодня обсуждают уже вопрос каникул в Москве, переводить школьников с 5 октября на каникулы. Но я допускаю мысль о том, что, судя по ситуации, в конце октября или в третьей декаде октября мы тоже пойдем на этот шаг для того, чтобы, во-первых, где-то, может быть, приостановить определенный рост в целом заболеваемости, а где-то, может быть, еще и потому, что необходимо будет просто отдохнуть, потому что школа действительно работает в тяжелых условиях. И коллективы, и детям тяжело. Пока врачи считают заболевших, ученые делают прогнозы. В Институте вычислительных технологий еще весной создали математическую модель распространения инфекции, которая учитывает буквально все – и перемещение людей, и климатические условия, и социальное поведение. Ведь большинство из нас не до конца выполняют простейшие рекомендации. Ношение масок, оно как таковое, там, в модели не записано, как ношение масок. Оно записано там в виде коэффициента или в виде изменения параметра, которое происходит, если начинают носить маски люди. Одно дело, когда мы им на подворотке носим, другое дело, когда мы их носим полноценно, получается разный результат, и, соответственно, в модели это может отражаться только в виде какого-то параметра. Весной в этом институте предсказали максимальный рост числа заболевших в начале лета. Так и случилось. Сейчас прогнозируют очередной всплеск в декабре. После этого снова плато и постепенное уменьшение новых случаев. А дальше в расчеты вмешаются совсем другие факторы – массовая вакцинация и коллективный иммунитет. Сергей Толмачев специально для итогов недели. На этой неделе события, которые происходили в Москве, имели непосредственное отношение к Новосибирской области. Расширенное заседание Президиума Госсовета. Напомню, Андрей Травников возглавляет там рабочую группу по нацпроектам образования и наука. Дальше седьмой инфраструктурный конгресс, на котором наша область получила федеральную премию. И очередной форум регионов России и Беларуси. Подробно и по порядку обо всем. Андрей Баев. Одной из ключевых тем седьмого форума регионов Беларуси и России стала перспектива промышленной кооперации наших двух стран. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня принимает участие в одной из секций, которая называется «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России». И это не случайно, потому что наш регион уже почти шесть лет плотно сотрудничает с Республикой Беларусь в самых разных сферах и отраслях, начиная от образования, науки, промышленности, заканчивая торговыми связями. Так, в этом году запланировано участие белорусской делегации в форуме «Оупен Био». Продолжаются поставки сельскохозяйственной техники из Беларуси в Новосибирскую область, совместные разработки Сибирского отделения Академии наук и белорусских ученых. Запланирована закупка и пассажирских автобусов МАЗ, которые сейчас составляют значительную часть Новосибирского автопарка. В преддверии проведения молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года в Новосибирске предполагается увеличение соответствующего автобусного парка. Сейчас обсуждается возможность, чтобы уже в конце октября провести в Новосибирске для всех жителей уже традиционную седьмую ярмарку белорусских товаров. Напомню, еще год назад машиностроительный гигант Беларуси «БелАЗ» заключил договор о сотрудничестве с нашим заводом «Сибэлектропривод» и компанией «Леотех». А Наукоград-Кольцово отныне стал побратимом Горецкого района Могилевской области. Параллельно форуму регионов России и Белоруссии в столице проходит неделя ГЧП. Сегодня, благодаря государственно-частному партнерству, в регионах нашей страны появляются новые инфраструктурные и социальные объекты. И наша область не исключение. Проект строительства семи новых поликлиник в Новосибирске признан лучшим в сфере здравоохранения в России. Область стала лауреатом национальной премии «Росинфра». Награду в Москве вручили министру экономического развития региона Льву Решетникову. Конечно, государственное партнерство – это не панацея, но это возможность привлечь частные инвестиции в развитие нашей инфраструктуры, которая, с одной стороны, дает стимул развитию экономики, с другой стороны, повышает качество жизни наших граждан. И в этом плане у ГЧП еще очень большое будущее. И здесь мы продолжаем работать, продолжаем искать новые проекты, идеи, совместные инвестиции и их предлагать. Также губернатор в рамках расширенного заседания Госсовета под председательством президента страны Владимира Путина обсудил ход реализации и совершенствования национальных проектов наука и образования. В своем докладе главе государства Андрей Травников озвучил несколько предложений по поддержке молодых ученых и нехватке мест в школах. Мы видим беспрецедентные темпы для последних 30 лет, темпы строительства школ, но, тем не менее, в быстро растущих регионах, муниципалитетах и этих темпов недостаточно, и нужно добавлять ресурсы для того, чтобы ускоренно решить проблему в течение ближайших 4-5 лет. И второе, о чем я говорил, это необходимо использовать дополнительные меры поддержки молодых ученых, в части их доступности жилья для молодых специалистов, в чем я предложил мне создавать какие-то новые инструменты, а использовать то, что уже есть и дает хороший эффект, это жилищные сертификаты, или второй вариант, который может дополнить, кстати, первый, это расширить такую практику, как сельская ипотека. В этом году она стартовала, в том числе на территории нашего региона, очень успешно. Я считаю, что можно такой же ипотечный продукт создать для молодых ученых. О результатах корректировки национальных проектов губернатор сообщил на следующий день в ходе заседания коллегии Министерства науки и высшего образования России. Федеральный министр Валерий Фальков поблагодарил Андрея Травникова, как председателя рабочей группы Госсовета, сразу по двум нацпроектам, за плодотворную работу. Мы вчера касались, рассматривали, по существу уже получили одобрение, нового проекта «Наука и университеты». Александр Ильич, спасибо. Вы вчера были, как говорят, в молодежной среде, хедлайнером по этому направлению. И мы обсуждали, конечно, уже не единожды на разных площадках, но очень важно, что вчера, по сути дела, на самой главной площадке это уже прозвучало. Кроме того, что теперь развитие высших учебных заведений стало частью национального проекта «Наука и университеты», губернатор Андрей Травников высоко оценил работу по созданию в стране научно-образовательных центров мирового уровня. Нужно увеличить количество создаваемых НОЦ, нужно ввести двухэтапный отбор проектов в программ, нужно увеличить финансирование на реализацию этих программ по отдельным НОЦ. Ну и мы видим, что в предлагаемой версии нацпроекта это все учено, и мало того, создан блок региональных НОЦ по математическому профилю и приоритетным направлениям НТР. Также Андрей Травников подтвердил, что все работы по созданию флагманского проекта программы «Академгородок-2.0» Центра коллективного пользования источника синхротронного излучения «СКИФ» идут по плану. По итогу работы делегации Новосибирской области в Москве на этой неделе можно смело констатировать, что реализация национальных проектов – это логичное продолжение реализации и стратегии социально-экономического развития нашего региона, сибирское лидерство. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Москва. Специально для итогов недели. Убийство жены главного врача городской больницы «Искитима» потрясло общественность. Расследование этого преступления взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрикин. Какой мотив двигал преступниками и что они похитили из дома Кигородовых, выяснили журналисты программы «Экстренный вызов». Резонансное преступление произошло в одном из коттеджей набережного «Жилмассива». В элитном поселке всего с десяток домов. Системой видеонаблюдения территория не оборудована. Труп жены Алексей Кайгородов обнаружил, вернувшись в воскресенье утром с охоты. Следственная оперативная группа, выехав на место, установила, что в период времени с 26 сентября по 27 сентября неустановленные лица проникли в частный дом через окно на первом этаже, связали хозяйку дома и похитили с места происшествия денежные средства и материальные ценности. Ряд интернет-СМИ в своих публикациях написали, что перед тем, как убить, Людмилу Кайгородову пытали. В Следственном комитете эту информацию опровергли. Однако потерпевшая действительно была связана бельевыми веревками, которые злоумышленники нашли в доме. А на теле женщины-криминалисты обнаружили колото-резанные раны. Орудия преступления нападавшие, судя по всему, унесли с собой. На территорию они проникли через забор, открузив крепление профлиста. Сторожевая собака была в вольере и не смогла задержать чужаков. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту убийства, сопряженного с разбоем. Проводятся следственные оперативные мероприятия по установлению лист, причастных к совершению преступления. Следователи рассматривают несколько рабочих версий, среди которых как корыстное, так и заказное убийство. Они считают, что нападавших было минимум двое. Из дома пропали деньги и ювелирные украшения. Весьма вероятно, выбор преступников пал на особняк семьи медиков не случайно. Коттедж находится на первой линии от реки Берть. Проехать к нему можно не только по территории поселка, но и по берегу. А совершив задуманное, уйти незамеченными. Людмилу Кайгородову похоронили в минувшую среду. Женщине было 66 лет. Всю жизнь она проработала врачом-кардиологом. Недавно вышла на пенсию. Мария Никитина, Алексей Зубила. Итоги недели. И почти детективная история на северо-чемском жилмассиве в Новосибирске. Жители домов по улице Комсомольска искали ответственных за подачу отопления в квартиры. Диспетчеры уверяли, к системе многоквартирные дома подключили еще 28 сентября. Но батареи оставались холодными. Напомню, улица Комсомольская печально известна еще по прошлому году. Трубы текли каждую неделю, начиная с сентября. Их латали, латали. А в 20-х числах ноября рванула сама теплотрасса. Минус 30 за окном, без тепла 43 многоквартирных дома, 7 детских учреждений, поликлиника и 9 административных зданий. Губернатор тогда прервал рабочую поездку в Москву, вернулся в Новосибирск. На Комсомольской развернули оперативный штаб. В три дня устранили проблему. Уже летом трубы 40-летней давности поменяли на новые. И вот опять Станислав Блинов разбирался, что происходит на северо-чемском. Подключили отопление 30-го числа, после обеда. Звонишь им, говорят, мы 28-го вам подключили. Да нет у нас 28-го отопления, 30-го и только в одной комнате. В доме по улице Комсомольская Галина Владимировна Цветкова живет с 1979 года. Перебой с отоплением были всегда. Раньше входные двери приходилось утеплять вадными одеялами. Ногами чувствуется пол в квартире холодный. При нормативе для жилых помещений от 18 до 25 градусов тепла здесь термометр едва дотягивает до 15. Это при том, что в соседней комнате практически круглосуточно работает электрообогреватель. Когда вы не подключали, обязательно нужно неделю биться и просить. Проверьте, проверьте, нет отопления. Если у меня, ладно, у меня есть обогреватель, я его практически не выключаю, то рядом живет слепая бабушка, которой уже 90 лет. Она не может с обогревателем там управиться. Она просто плачет. Дорога в управляющую компанию заросла травой. В прямом смысле слова здание по адресу, указанному в интернете, выглядит давно заброшенным. Закрыто. А чтобы дозвониться до диспетчера, нужно иметь много свободного времени и запастись терпением. Здравствуйте. Вы позвонили в диспетчерскую службу, управляющую жилищной компанией Кировского района. И это не единичный случай проблемы с теплом во всем Северо-Чемском жилмассиве. Холодно. Замерзаем, простываем, чихаем. Спим под дождем оденела. В зале холодно, еще не дали отопления. У мамы тоже, вот она в 13-м подъезда, там тоже не везде, во всех комнатах дали отопление. Батарея холодная. В отдельных подъездах, наверное, в 6-м, я у соседей спрашивал, еле-еле душа в теле. У жителей Северо-Чемского в памяти еще свежа прошлогодняя авария. В 30-ти градусные морозы без отопления остались тысячи жителей поликлиника и детские сады. Тогда в авральном режиме менять пришлось несколько десятков метров теплотрассы. И потребовалось личное присутствие губернатора Новосибирской области, чтобы решить проблему. И сегодня люди ждут момента, когда можно будет выключить обогреватели. И надеются, что обещания коммунальщиков подать тепло в квартиры в ближайшее время окажутся правдой. Станислав Блинов, Антон Мамаев. Итоги недели. Добавлю, что попытки перезапустить систему отопления, в частности на Комсомольской-3, были и 2 октября. Безуспешно. Управляющие компании Кировского района отвечают штатно. Нет давления. А вот что говорят специалисты сибирской генерирующей компании. При такой погоде, как мы говорим, некомфортный вход в отопительный период, довольно холодно. Ну вот, чтобы для снятия всех проблем, по-хорошему, требуется около 10-12 дней. И то потом иногда бывает, что какие-то отдельные стояки идут и не идут еще в домах после этого периода. Вот, в принципе, чтобы такую огромную махину, как в Новосибирске, А вы сами понимаете, если у нас 8 тысяч МКД, много квартирных домов в каждом доме, по несколько десятков стояков, какой объем работы надо выполнить? Октябрь уж наступил и в России. С первого числа сразу несколько новых законов и поправок к ним вступили в силу. Остановимся на самых значимых. Частников, которые оказывают услуги в социальной сфере, освободили от уплаты НДС. Раньше не платить налог на добавленную стоимость могли только госучреждения. С налогообложением связано еще одно новшество. Если предприниматель переплатил в казну излишки, теперь можно перенести на будущий отчетный период. Причем федеральные, региональные и местные налоги разрешат зачитывать между собой. С 1 октября выросла сумма страхования банковских вкладов с 1,5 до 10 миллионов рублей. Но государство гарантирует защиту доходов только от продажи недвижимости, получение наследства накопления за счет социальных выплат или если деньги получены по решению суда в качестве возмещения ущерба. И новость в сфере общепита в барах и ресторанах. Отныне полный запрет на курение, включая кальяны. Это итоги недели на канале ОТС. И вот о чем расскажем далее в программе. Новосибирские нейрохирурги провели уникальную операцию на мозге. Удалили 4-сантиметровую опухоль у пациента с гемофилией. Операционные риски крайне высоки. Строить вышку сотовой связи начали среди домов частного сектора. На участке земли как раз и предназначенном для индивидуальной жилой застройки. Особое опасение у местных жителей вызывает устойчивость многотонной 30-метровой конструкции. Прогулочная зона возле Никольского проспекта в Наукограде-Кольцово сегодня выглядит так. Строгие тропинки, крепкий асфальт на зависть большим городам. Надежный мост над глубоким обрывом. Новосибирские нейрохирурги спасли жизнь мужчине с опухолью мозга. Случай крайне сложный у пациента. Редкая форма гемофилии. Кровь практически не сворачивается. Подобных операций в мировой практике еще не проводили. Екатерина Стывко расскажет все подробности. Алексей Мышлаков считает свое спасение чудом. Проблемы со здоровьем у мужчины с детства. Вспоминает, кровь из носа текла ручьем и не останавливалась по несколько часов. Три года назад начались новые беды. Как пьяный человек ходил. По городу, по улице идешь. Патруль не поставил, а службу постоянно. Извините, молодой человек, можно ваши стыкные ответы? Я спрашиваю, почему. Это потому, что вы в Шатайе идете. Головокружение, судороги, постоянная боль. За помощью из села в Горном Алтае он отправился в Барнаул. Там врачи и поставили диагноз – опухоль мозга. Необходима операция, но как ее провести, если у пациента гемофилия, да еще и редкий вид? Ответ на этот вопрос хирурги не нашли и отправили мужчину в Новосибирск. Риск действительно высокий. У пациента кровь сворачивается в пять раз медленнее, чем у обычного человека. На время операции врачи на всякий случай заготовили около 10 литров донорской крови. Но допустить даже самого малейшего кровотечения нельзя. Оно может оказаться фатальным для пациента. Подготовку больного начали за сутки. Из-за генетики в крови пациента отсутствует один из факторов свертываемости. Задача анестезиологов – хотя бы на время починить естественный механизм. Нам пришлось этот фактор донировать, по-простому говоря. То есть мы взяли препарат седьмого фактора и вводили препарат седьмого фактора. Мы получили достаточно приличную картину. То есть сокращение времени свертывания до нормального, увеличение плотности самого сгустка. То есть мы получили адекватный гемостаз. Во время операции анестезиологи не спускали с пациента глаз. Постоянно проверяли, в норме ли состав крови, нужно ли увеличивать дозу препарата. Хирурги больше трех часов удаляли четырехсантиметровую опухоль. В этой области над опухолью была выполнена кромеотомия. То есть обнажена та часть мозгового вещества, которая поражена опухолью, под микроскопом с микрохирургической техникой. Опухоль удалена. При той степени злокачественности, которая есть у этого пациента, ему показано облучение. Облучение той зоны мозга, которая контактировала с опухолью. Сейчас Алексей Мышлаков идет на поправку. Опухоль давила на мозг. После удаления практически все симптомы прошли. В пятницу его выпишут домой. А вот гемофилия – болезнь хроническая. И ее течение корректировать придется дальше. Екатерина Стывко, Антон Мамаев. Итоги недели. Казалось бы, какое отношение может быть к врачам, которые спасают жизни? Как минимум уважительное. Однако есть те, кто, прикрываясь фамилией известных хирургов, преследует цели корыстные. В Новосибирске неизвестные звания от пенсионера представляются главным врачом областной больницы. Анатолием Юдановым озвучивают неутешительный диагноз и предлагают редкий дорогостоящий препарат. Просят перевезти деньги и приезжать на госпитализацию. Заявление по этому поводу самого Анатолия Васильевича Юданова и истории тех, кого пытались обмануть прямо сейчас. Опять смс-ки присылают, да? Да. Наталья Станиславовна регулярно получает сообщения подозрительных медицинских центров, которые приглашают бесплатно проверить свое здоровье. Говорит, никогда не соглашалась, слышала, что потом уйдешь с кредитом. Но когда позвонил руководитель государственной клиники, почти поверила. В очередную диспансеризацию прошли, и звонок с областной больницы. Главный врач звонит и говорит, вы знаете, мне поступили ваши анализы, и у вас все так плохо, но у нас есть лекарства от этого. Но на данный момент у нас наличия нет. Есть в Санкт-Петербурге у человека, который хочет с вами поделиться. Звонивший дал реквизиты, куда перевезти 127 тысяч рублей за якобы лекарства. Наталья Станиславовна решила советоваться с мужем, как и где быстрее взять кредит. Супруг настоял на проверке информации. Нашли телефон приемной главврача областной больницы, выяснили, что звонок был от мошенников. Никаких звонков, нет Юданова, нет работников Министерства здравоохранения, нет министра, нет и быть не может. У них есть только свои лечащие врачи с их прикрепленной поликлиники. Вот они могут теоретически позвонить и сказать, у вас какой-то тревожный анализ, вам сегодня бы надо зайти в поликлинику, либо в стационар. Однако не все перепроверяют информацию. Последние пять лет пострадавшие от мошенников регулярно приезжают к приемной главврача. Ежегодно около десятка пенсионеров. Большинство из них недавно прошли обследование в поликлинике по месту жительства. У меня есть стойкое убеждение, что вот эта информация поступает из первичных лечебных учреждений. То есть из тех поликлиник, то есть есть недобросовестные сотрудники, которые эту информацию, грубо говоря, разглашают. Есть и сезонность. Чаще звонят от псевдо-врача весной и осенью, до поездки на дачу и после садовых работ. Если вы стали жертвой мошенника, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников повышает шансы установить личности злоумышленников по горячим следам. Доведите эти рекомендации до своих пожилых родителей и других родственников, что ни в коем случае не следует идти на поводу у незнакомцев. Настаивайте на том, чтобы пенсионеры всегда советовались с вами, прежде чем осуществлять любые операции с наличностью. Специалисты рекомендуют составить для пожилых родственников список экстренных телефонов с номерами полиции, аварийной и социальной служб, поликлиники, ЖЭКа, банка мобильного оператора. А если злоумышленник представится главным врачом областной больницы, перепроверьте информацию, позвонив в службу безопасности клиники по телефону 315 97 13. Наталья Цопина, Александр Ведерников. Итоги недели. Вернемся к теме отопления, но уже по другому поводу точечной застройки. Не секрет, что каждая новостройка в густонаселенном микрорайоне – это дополнительная нагрузка на существующую систему коммуникаций. Неудивительно, что люди против. На улице Красноярская даже вышли на пикет с плакатами. Обещают перекрыть экскаватором въезд на стройплощадку, где уже подготовили место для новой 15-этажки. Люди от такого соседства, мягко говоря, не в восторге, о чем и рассказали нашему корреспонденту Александру Попову. Территория бывшей шоколадной фабрики. Застройка вокруг и без этого плотная. Гораздо разумнее было бы сделать здесь сквер, зону отдыха или детскую больницу, которой очень не хватает. Но нет. Выгоднее в центре города построить 15-этажку с квартирами от 8 миллионов. Со слов жителей, здесь, в нескольких метрах от дома, в скором времени появится 8-метровый котлован. Большой вопрос, выдержит ли это панельный сосед. В 1982 году построен очень быстро. И в ходе строительства использовались, как оказалось, потом уже дефектные плиты перекрытия. Это документально подтверждено. И в связи с этим мы опасаемся, что эта стройка, она просто-напросто разрушит наш дом. Но даже если предположить, что аккуратность строителей, шпунты для укрепления грунта и отсутствие свай при возведении не даст фундаменту 9-этажки осесть, как утверждает застройщик, то возникает вопрос с инсоляцией. Около сотни квартир окажутся отрезанными от дневного света. Если встает дом 15-этажный, 4 подъезда, это 5-й, 6-й, 7-й и 8-й, с фасада здания остаются просто без солнца. Даже до 9-х этажей при условии, что дом будет 15-этажный. С парковками здесь уже постоянные сложности. Машины приходится оставлять в соседних кварталах. Даже вот приткнуться негде. Буквально машины ездят зад-вперед, друга пропускают. И если здесь еще прибавится на порядок машин от жителей новостройки, значит, я не знаю, как мы будем решать эти проблемы. Список нерадужных перспектив огромен. Плохие коммуникации, электросети, микрорайон перегружен во многих сферах. 137-я и 9-й лицей переполнены родителям. Чтобы записаться в первый класс, приходится ночью вставать, записываться. За несколько минут разбирают все места. Школа учится в две смены. В поликлиниках вообще тихий ужас. Прийти и получить справочку быстро. Мы сидим в очереди полтора-два часа. А узкие специализации врачи, они вообще в нашу поликлинику не входят. Нам приходится возить детей на Щетинкино через полгорода. Жители ожидали от городской власти как минимум школы, а как максимум детской больницы в этом месте. Но мэрия разрешила строительство восьмиэтажки. За полтора месяца аппетиты выросли. Мэрия 18 мая отказала, то есть запретила увеличение плотности застройки. Но 30 июня при повторном обращении она уже увеличила коэффициент плотности застройки. И дом у нас будет строиться уже 15-этажный. Сами не понимаем, что случилось с участком за полтора месяца, что позволили власти увеличить практически в два раза этажность дома. Строительные компании нас заверили, что этажность наоборот снизили в угоду жителям. На руках разрешение на возведение 25-ти этажей. В самом деле в этом месте можно построить и 25 этажей. Это же наша добрая воля, что мы сильно ушли в пониженную этажность, потому что действительно мы пошли на третью жителя и уменьшили этажность, которую нам предлагали построить. Застройщик обещал решить проблемы и с благоустройством, и с коммуникациями. Перебоев не будет. А электро- и водоснабжение даже улучшится. Появится за счет компаний дополнительные парковки и в соседних дворах. Однако пока жители настроены довольно решительно. Власти на нас внимания не обращают. Люди готовы выходить на пикеты и перекрывать улицы. Улица железнодорожная, нерегулируемые пешеходные переходы. Мы будем водить хороводы. У нас выбора не остается. Мы хотим жить. Александр Попов, Алексей Баженов. Итоги недели. А жители Черепаново на этой неделе протестовали против строительства вышки сотовой связи. История, что называется, в тренде. Сети нового поколения, опасные связи, 5G, интернет бурлит. Излучение, мол, вредно для здоровья. В Черепаново споры вокруг возведения вышки разрешились мирно. Станислав Блинов расскажет, как. Здесь индивидуальная застройка. Там двухквартирники. В двухквартирниках расположен дом ребенка, детей с неврологическими нарушениями, с нарушением психики. Ну, в общем, никому нам здесь вот вышка связи с мощностью не нужна. О том, что в опасной близости возведут передатчик, местные жители узнали несколько дней назад, когда ночью кран сгрузил на землю детали металлоконструкций. Строить вышку сотовой связи начали среди домов частного сектора. На участке земли как раз и предназначенном для индивидуальной жилой застройки. Особое опасение у местных жителей вызывает устойчивость многотонной 30-метровой конструкции. Дело в том, что грунтовые воды здесь находятся очень близко к поверхности, а расстояние до ближайших домов меньше 20 метров. Оказалось, что конструкция принадлежит одному из крупных сотовых операторов. Разрешение на строительство от Черепановской администрации получено еще летом. Под петиции перенести сооружение в первый же день собрали больше 80 подписей. Мы не против технологий. Но уберите ее с жилой застройки. За двухэтажной застройкой находятся пустыни. Чуть правее ПМК, которая закончила свое существование, там технические территории. Но туда в конце концов можно было поставить вышку. Выяснилось, с минуты на минуту должны были начать заливку бетонного основания вышки. Но так совпало, что вместе с приездом нашей съемочной группы строители получили постановление администрации Черепанова о переносе строительства в другое место. Сейчас отдали кадастровым инженерам эту работу. Пусть они изучат геологию, землю посмотрят. Ну и тоже на будущее будем учитывать мнение граждан, прежде чем начать стройку. Сотрудники Черепановской администрации обещают, встречу с жителями частного сектора проведут в ближайшие дни. Ну а каким образом вышку сотовой связи разрешили поставить на участки для жилой застройки, еще предстоит разобраться. Станислав Блинов, Алексей Зубила. Итоги недели. Декады пожилых в регионе. Руководители разных уровней власти встречаются с ветеранами. Спрашивают про проблемы, обещают помочь, награждают за многолетний труд. Учреждения культуры проводят экскурсии, акции, бесплатные посещения зоопарка, некоторых музеев. Инвалидам предоставляют скидки в сфере услуг и льготный проезд на транспорте. Пожилым важно внимание. Вас поздравляю, желаю вам сил, здоровья. Извините, сделаю предупреждение, потому что риски и угрозы от коронавируса, а теперь еще и от сезонных гриппа РВИ никуда не ушли. Поэтому просьба беречь свое здоровье, здоровье своих родных и близких. Дай Бог вам сил и прежней активности, которую мы наблюдаем сегодня, за которую вам отдельно еще раз спасибо. Осенний призыв стартовал. Вооруженные силы из Сибири отправят в ближайшие пару месяцев 10 тысяч новобранцев. Традиционно молодежь из нашей области проходит отбор в президентский полк и научные роты. Но правила призыва изменились. До Нового года военкоматы будут напоминать части радиохимзащиты. Все из-за коронавируса уничтожать невидимого врага будут тщательно и по-военному четко. Сергей Толмачев продолжит. Итак, во всех 29 областях и краях России, которые входят в Центральный военный округ, военкоматы готовы принять новобранцев в стерильной чистоте. И к доставке призывников особые требования. И даже записи интервью с офицером немного мешает звук пульверизатора. На призывные сборные пункты мы наших призывников будем перевозить арендованным автомобильным транспортом, который будет проходить специальную санитарную обработку. Будет организовано несколько барьерных рубежей, на которых у призывников будет измеряться температура. Бесконтактными термометрами при обнаружении признаков коронавирусной инфекции данные граждане будут изолироваться. Из Сибири призовут 10 тысяч человек. Из всего Центрального округа 54 тысячи. Служить будут по всей стране, даже на Северном флоте. Отвезти новобранцев в часть готовы 16 эшелонов. И несколько спецбортов военно-транспортной авиации. На каждом транспортном средстве запас масок и санитайзеров. Но любой военкомат – это не только призывная комиссия. И военный билет нужно менять, и справки на работу взять, и сборы проходить офицерам запаса. Это тоже учли в период пандемии. У нас разграничение граждан. То есть до обеда у нас приходят на медицинское свидетельство и призывную комиссию только те, кто подлежит призыву на военную службу. После обеда осуществляется остальной прием граждан. Для постановки на воинский учет, уточнение документов воинского учета. При отправке граждан на сборный пункт мы используем запасной выход. Всех, кто отслужил, в этом году демобилизуют в срок. У каждого он свой. Но не будет торжественных построений. Только фото у знамени части. Так безопаснее, когда противник не условный, а конкретный. И невидимый коронавирус. Сергей Толмачев. Итоги неделя. Кольцово становится еще краше. Там появилась новая зона отдыха. Да какая? С променадом для молодых мам, площадками для селфи и изящным арочным мостиком через речку. Александр Шпак оценил все преимущества благоустройства в Наукограде. Говорит, впечатляет. Крутой овраг и речушка Забубыриха отрезали детские сады и школы от живых кварталов Никольского проспекта. Поэтому долгие годы жители Наукограда добирались до них козьими тропами. Некоторые терялись тут здоровья. Ведь на крутых спусках можно упасть и не подняться. Старый мостик все еще цел. Но жителям он больше не пригодится. Разве что для тематических фотосессий. Рядом стальной и надежный. Его построили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сегодня торжественное открытие. Ждали два года. За это время ажурная конструкция получила у местных название «Мост Надежды». Почему, объясняет мэр Наукограда. Вообще надеемся на развитие. Поэтому слово «Надежда», мне кажется, хороша не только для Кольцова, для всей России всегда. Тут надеялись и действовали. Наводили мосты. И власти, и люди. Пенсионер Виктор Никифорович сам объявил себе нацпроект. Когда увидел, что в рощице у оврага ничего не приспособлено для людей. А ходили кольцовцы там ежедневно. Решил построить вот эти скамеечки. Это я строил. Вот кормушки, домики вот эти белочкам. Это я строил. Начал дело пенсионер. А закончил альянс трех уровней власти. Города, области и федерации. Тропинки у оврага нацпроект полностью преобразил. Сегодня тут хочется не ходить, а гулять. Асфальт образцовый, с водоотведением. Федор Колесников каждое утро тут гуляет. Говорит, форма на содержание очень влияет. Когда кроссовки белые, о плохом не думается. Какие мысли приходят о такой дорожке? Самые светлые. Просто смотрю и радуюсь. Кольцово преобразилось. Теперь это место полноценная прогулочная зона. Вместо полудиких кустарников – строгие газоны и стройные саженцы. Сеть дорожек тянется вдоль реки и ведет к главному Кольцовскому парку с живописными озерами. Очень важно для нацпроекта не просто оккультурить запущенную часть города, но связать ее в одно целое с другими объектами. Во-первых, они все индивидуальные. Они погружены именно в природу. И когда вписываются такие объекты, ну это просто душой отдыхать здесь хочется. Но не все закольцовывается в Кольцово. Согласно планам министерства ЖКХ, к концу октября в районах области сдадут больше сотни подобных объектов. Александр Шпак, Андрей Дулепов. Итоги недели. При хорошей погоде в местной речке можно застать и лунную дорожку. Спутник Земли в эти дни очевиден. Полнолуние как-никак. А к середине октября планета Марс достигнет противостояния с Солнцем и по ночам будет ясно виден на небосводе. Лучшее место для наблюдений, конечно, Новосибирский планетарий. Там мощный телескоп. Моя коллега Екатерина Стывко сняла видеоэкскурсию о том, как оказаться ближе к звездам. Спецпроект канала ОТС без билета в эфире прямо сейчас. А я с вами на этом прощаюсь. Это была программа Итоги недели. Спасибо за внимание. Новосибирск в Киеве Новосибирск в Киеве 155 метров над уровнем моря. Атакова высота Ключ-Камышинского плато. Это одна из самых высоких точек в городе. Именно здесь и построили большой новосибирский планетарий. Это проект телеканала ОТС «Без билета». Видеоэкскурсия. Экскурсию для нас сегодня проводит Андрей Никифоров. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Что за место, где мы находимся? Такая большая, просторная, стеклянная галерея. Что у вас здесь находится? Это очень важное место. Это такой небольшой коридор, называется галерея. Соединяет две обсерватории. Одна уходит на запад, другая на восток. И там совершенно разное оборудование, которое позволяет видеть совершенно удивительные по красоте и необычности объекты. Например, в восточной обсерватории мы можем видеть планеты, солнце, телескоп, рефрактор. Линзовый телескоп, он большой. И в западной обсерватории тут уже идет, можно сказать, научная работа. По вечерам, по ночам мы фотографируем галактики, туманности, кометы, астероиды в надежде открыть что-то новое. У вас несколько экспонатов, вот я, например, вижу Луну, да, какой это масштаб? История большая, наверное, этого экспоната, имеется в виду, как его делали, но это подарок нашему планетарию. Здесь можно видеть горы, кратеры, результаты падения метеоритов 3 миллиарда лет назад на Луну. Ну, темные области, которые напоминают нам чем-то порой лицо человека на Луне. Но это связано с психологией чисто, что человек просто переносит себя, везде пытается найти. А вот я вижу там интересную надпись «Кавказ». Да, это горы на Луне, носят многие названия гор на Земле, то есть Апеннины, Кавказ, Алтай даже есть горы на Луне. И что важно, когда Луну открывали, когда ее только фотографировали, имеется в виду обратную сторону Луны, то первый снимок был сделан советским космическим аппаратом. И здесь есть море Москвы, вот, например, вот оно. Есть кратер Менделеев, к примеру, Ломоносов. Хороший солнечный день, голубое небо. Мы сможем что-нибудь сейчас посмотреть? Да, именно на такой случай у нас работает всегда Восточная обсерватория, в которой есть телескопы с солнечными фильтрами, и мы можем заглянуть на поверхность Солнца, посмотреть фотосферу, где как раз-таки рождаются солнечные пятна, где мы можем их видеть. Это очень интересно, поскольку подсолнечные пятна мы можем определить активность Солнца. Если их много, значит, активность высокая, и мы можем ожидать даже полярных сияний в Новосибирске. Давайте уже посмотрим на Солнце. Если вы встанете здесь, как раз перед окуляром, чтобы посмотреть на Солнце, вы заметите, что Солнце уже ушло за обсерваторию, его не видно. Поэтому нужно попросить обсерваторию, чтобы она повернула купол. Как ее попросить? Купол, повернись направо, сказать. Купол, повернись направо, о, на правду поворачивайся. Купол, остановись, да, купол, остановлюсь. Тут голосовое управление, да? Ну, на самом деле, у меня лишь пульт в руке вот здесь. Нужно смотреть сюда, да? Да, и вы увидите такое белое пятно. Вижу белое пятно. Это наш солнце, шар плазменный, и на нем есть пятна, если присмотреться. Я пока пятен не вижу. Сегодня очень чистое солнце, без пятен. Такое бывает? Бывает. И это как раз-таки сейчас говорит о том, что на Солнце минимум активности. Нам не нужно бояться магнитного буря таких мощных. Почему? Потому что если пятна большие, они могут быть больше Земли в 10-20 раз и более, и они проходят по центру, то тогда может быть вспышка. И вот это вот вещество, излучение, протоны тяжелые, долетят до Земли за трое суток, и возникнет магнитная буря на Земле. То есть сейчас все спокойно? Да, из-за этого может страдать электроника, могут страдать спутники, которые вращаются вокруг Земли. Это коробочка, она написана по-английски. Коронада. Мы корону Солнца наблюдаем с помощью этого прибора. Можем видеть протуберанцы, горячие языки плазмы. Вот их на картинке видно вот здесь, вот они, красивые. Они меняются на твоих глазах, течением времени поднимается ядерный гриб, такой красивый, и раз он растворяется, а может быть там другая форма у него поменяется. Это можно в реальном времени посмотреть и понаблюдать. Можно смотреть на краешек, обращаем внимание, на краешки такое слабо заметное, ну как бы что-то на туманное похоже такое. О, мне кажется, я вижу. Да, вот это туманное нечто, которое клубится как будто бы. Это оно? Это оно, да. Ничего себе. Но в этом телескопе Солнце красивее. Но оно здесь и другого цвета. Оно здесь красное, а там было просто белое. Потому что здесь есть специальный солнечный фильтр. Андрей Юрьевич, я как понимаю, в этой обсерватории происходит само наблюдение, в чем и вы участвуете, уже какие-то научные работы. Расскажите, зачем здесь наблюдаете, и что это за фотографии, которые мы видим? Ну, мы здесь наблюдаем за очень яркими объектами и за очень слабыми объектами. Например, галактики, туманности, астероиды, кометы. А что вот здесь, например, самое красивое? Самое красивое, на мой взгляд, один из самых качественных работ детей, которые были сделаны. Вот туманность Гантель вот здесь находится. Взрыв звезды произошел именно в созвездии Лисичкова. В одном таком снимке 100 кадров. Один кадр по одной минуте. То есть мы складываем за всю ночь накопившееся время снимок и получаем яркий объект, который до этого был тусклым, слабым. Мы находимся сейчас в основном зале Большого планетария. С нами Марина Арцебашева. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите о ваших физических экспериментах. Планетарии славятся интерактивными разными вещами. Покажите нам самое интересное. Ну вот самое интересное, самое новое, думаю, обратите внимание, мы называем его таким вот, как ракета. Вот экспонат в виде ракеты, поэтому очень нравится ребятам. Вот уже испытали его. Есть такая кнопочка пуск, мы ее нажимаем, и словно взлет ракеты. Говорю, ребят, смотрите, что же происходит. Все, ракета готова к старту. И смотрите, мы словно волшебники можем управлять. Шарик не упадет. Я скажу, шарик, ты не упадешь. Вырывается на огромной скорости этот воздушный поток. Вот, ребята тоже руку. Значит, что да, здесь струя воздуха. То есть получается воздушный поток огромной скорости. И это закон, основной закон гидравлики, закон Бернули. Он открыл, да, почти три века назад, что вот чем больше скорость воздушного потока, тем там будет ниже давление. И естественно, здесь у нас высокое давление, а здесь вот как яма. И шарику некуда деться. Ну вот мы подходим действительно к любимому экспонату, ребят и взрослых. Черная дыра, как я всегда говорю, ну все, притягивает вас дыра, значит, особенно ребятишкам. Начинаешь эксперимент, все, они обнимают. Их тоже засасывает туда. Я говорю, значит, ребятишки все, обнимашки отставить. Это макет черной дыры. То есть по-настоящему, конечно, черные дыры мы их не видим вот в космосе, потому что даже луч света вырваться не может из черной дыры. Но вот как-то приблизиться с помощью эксперимента можно к тайнам черной дыры. Например, если отправить в дыру, вот четыре разные планеты. Сразу же обращаю внимание, что планеты все разные, потому что все планеты у нас разные знаем. Они разные и по весу, да? Это потяжелее, это легкое. Тяжелые, легкие, поэтому планеты все разные, три разные. Вот, толкнула первую планету. Вот такой же толчок, видите, примерно вот стараюсь, чтобы друг с другом, чтобы столкновений не было. А у них сейчас скоро-скоро-скоро не догонят друг друга? Нет, не догонят. И самую маленькую, все. Получается, я сразу говорю, смотрите, черная дыра как будто оживает. Стрепенулась, говорит, так, надо тут нам, ага. Вперед, маленький наш попрыгунчик. Он обгоняет большой попрыгунчик. Сейчас будем делать выводы. Теперь для внимательных. Вот маленький железный шарик я отправила самым последним. Он обгоняет первый запущенный тяжелый такой вот железный, прижелезный шарик. Очень тяжелую планету. Наиважнейшую роль играет, конечно же, центробежная сила. Вот она здесь играет главенствующую роль. Мы ее тоже знаем, уважаем ее. Получается, чем больше масса нашей планеты, больше та сила, которая будет, наоборот, удерживать, не отпускать планету. Андрей Юрьевич, наш новосибирский планетарий один из самых крупных в России, в том числе одним из самых больших куполов. Мы находимся сейчас внутри. Здесь как раз вы показываете образовательные фильмы. Расскажите, пожалуйста, немного вообще об этом месте, о тех фильмах, которые можно посмотреть. Ну вот сейчас мы находимся в звездном зале, мы видим большой белый купол, диаметр его 16 метров, самый большой в Сибири, как вы уже сказали, планетарий, на Дальнем Востоке. Но есть планетарий в Москве, купол планетария в Москве 25 метров, для сравнения. Вот самый большой в мире планетарий у нас находится в Санкт-Петербурге, диаметр его купола 37 метров. А вот особенности, когда смотришь на планеты через купол, какое создается ощущение? Ощущение причастия к событиям космоса, ощущение подъема, движения, ощущение полета. Мы сейчас с вами словно в космосе наблюдаем со стороны нашей планеты. Видно материк, Австралию, Луну. Вот Земля наша. Мы сейчас смотрим фильм, он про рождение звезд, правильно же я понимаю? А вот как вы думаете, мы все-таки одни во Вселенной или нет? Ну и как я думаю, конечно нет. Ну и так думает мировое сообщество ученых, которые исследуют физически, и законно, и вообще Вселенную наблюдают. Мы с вами живые организмы на маленькой планете в Солнечной системе. А таких Солнечных систем миллиарды и в нашей галактике. У почти всех звезд есть планеты. Сначала открыли большие Юпитеры, то есть у нас Юпитер, да, самая большая планета, а есть еще супер-Юпитеры, то есть еще больше Юпитера, такие большие объекты. Потом поменьше стали открывать. Ну и уже научились открывать планеты такие же, как и наша Земля по размерам. То есть есть побольше Земли, то есть на таком же расстоянии, как наша Земля от Солнца, супер-Земля, например, находится в другой звездной системе. Но, понимаете, расстояние настолько велики, что радиосигнал не может дойти так быстро со скоростью света. Например, потребуется 100 лет, 80 лет для того, чтобы первый сигнал передать. В целом, даже если есть какие-то технологии, то мы, скорее всего, еще не научились им пользоваться и использовать на Земле, чтобы слушать Вселенную. Экспонаты большого новосибирского планетария не только внутри, но и снаружи. С нами сейчас экскурсовод Олег Кашин. Здравствуйте. Что это за разметка? Здравствуйте, Катерина. Здесь, перед нашим планетарием, мы спроектировали, как мы считаем, уникальный авторский календарь. Это не просто календарь. Этот календарь нам демонстрирует восход и заход Солнца в разные даты. И в его основе лежит меридиан. Вот эта вот красная полоса, указывающая направление север-юг. Находимся на дате 21 или иногда 22 декабря. Если мы обратим внимание вот на тот столб, вот на ту вешку, то это значит, что, которая подписана в восход, то это значит, что Солнце в эту дату зайдет вот за этим столбом, пройдет по небу вот такой вот небольшой путь и зайдет вот за столбом, который обозначается заход. Путь небольшой, а, соответственно, и время, которое проводит в небе Солнце, небольшое. Таким образом, день самый короткий в году. Он составляет примерно в эти даты 7 часов 10 минут. И вот смотрите, дальше мы двигаемся по нашему меридиану, и здесь можно наносить новые даты. Столбы при этом относительно горизонта тоже двигаются. Вот теперь уже день начинает прибавляться. Расстояние угловое между столбами восход и заход вот из этой точки становится больше. Вот точка равноденствия 22-23. Когда будет 22 сентября, то, соответственно, Солнце ровно взойдет вот за тем столбом, то есть ровно на востоке, пройдет вот такой вот путь. 12 часов будет в небе, потому день равен ночи. И зайдет вот за тем столбом, который называется заход. Астрономы новосибирского планетария раскрыли сегодня лишь малую часть тайн Вселенной. Им еще есть о чем вам рассказать. Это был проект телеканала ОТС «Без билета». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова